Так, мне сказали, надо убирать это вообще все еще. Девушка, а квартир где здесь? Наличными оплатой или по карте? Карты. Хорошо. Я хочу кофе, у меня ломка. А обедный перерыв еще не скоро. Всем привет! Меня зовут Лиса, и я бьюти-блогер. Звучит как диагноз, не правда ли? Но бьюти-блогером была я до недавнего времени. С этого момента я устроилась работать продавцом. Продавцом в магазине. Продавцом в магазине. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вы, наверное, думаете, что-что-что случилось? У тебя же вроде только недавно случился миллион на ютубе. Вся твоя карьера только впереди, и как бы, как бы, какой продавец? А я вам отвечу. Я решила запустить на моем канале рубрику «Один день из жизни» кого-то или чего-то там. Я договорилась с магазином, который называется «Мосигра», который располагается в торговом центре «Филион» в городе Москве, что я сегодня буду работать у них в качестве продавца. Также именно в этом магазине, если вы туда придете и сделаете покупку любой вещи на сумму от 800 рублей, и назвав кодовое слово «Лиса», запомните это «Лиса», не забывайте это слово, вы сможете получить вот это вот великолепие. Это тетрадочка «Пафосно кыться». Да, это самая пафосная тетрадка для тех, кто учится в школе и в универе, это просто супер мастхэв. Ну и просто для тех, кто хочет иметь какую-то классную тетрадь. В общем, покажу сейчас вам все, как оно есть. С самого утра до самого вечера. Погнали! Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. В магазин, куда я отправляюсь работать, нужно приехать к 9.20. Чтобы приехать к 9.20, я должна 8.20, а лучше 8.00 уже выйти из дома. Поэтому я поставила себе будильник на 7 часов 20 минут, дабы ничего не пропустить. В 7 часов позвонил будильник. Вставать было максимально неприятно, что уж тут кривить душой. Но пришлось вставать, потому что, ну иначе я просто пропущу мой рабочий день. У меня есть немного времени для того, чтобы полностью провести себя в форму, успеть поесть, одеться и полностью собраться. Поэтому свой день я начну с того, что просто-напросто пойду в ванну, приму душ, помою волосы, нанесу какие-нибудь крема, которые тут у меня есть, и потом после этого посушу волосы. Итак, до выхода осталось менее чем полчаса. Поэтому мне нужно определиться, что я буду делать. Я пойду поем. Или я сейчас буду сидеть и краситься, и делать себе укладку. Есть два варианта. Какой из них мне выбрать? Ладно, пожалуй, я пойду поем, потому что я не понимаю, когда я вообще там буду есть, и буду ли есть вообще, а накраситься, ну, если что по дороге накрашивать, да? Блин, не покушаться. Но перед этим надо одеться. Короче говоря, я решила поесть. Правда, конечно, еда у меня не плотная, потому что с утра мне очень тяжело в себя что-то впихивать. Но вот ем какие-то блестящие хлопья-колечки, и вроде норм. До выхода у меня осталось совсем немного времени, поэтому сейчас я быстро-быстро сделаю себе высокий пучок. Все, на самом деле, очень просто. Сначала просто убираю мои волосы в высокий пучок. Пока в таком состоянии я буду ехать, у меня волосы потом даже форму кое-какую примут, и будут, ну, висеть хотя бы неунылой соплей, да, на лице, на волосах, на голове, ну, вы поняли. В самом начале я воспользуюсь SPF-кремом, потому что без него категорически вообще никуда нельзя будет выйти. Никому, никогда. Запомните мои слова. Пока сохнет SPF-крем, я буду оформлять брови. На самом деле все очень просто. Я тупо возьму, расчешу их, а потом нанесу на них средство для бровей в виде туши. Это быстро. Вообще вопрос нескольких секунд. Теперь я просто-напросто прокрашу мои ресницы. Как вы понимаете, я даже не буду наносить какие-то тени или что-то в таком духе. Акцент в этом макияже будет на губах. Но губы я накрашу уже тогда, когда приеду, потому что сейчас в этом вообще не вижу никакого смысла. Соответственно, из того, что осталось сделать, это просто локально нанести консилер, чтобы убрать там вот это вот. Ну, как вы знаете, буква И обозначает идеальную кожу. Собственно, все. Это то, что я хотела сделать сегодня с макияжем. С собой возьму только более яркую помаду, уже на месте ее накрашу, и все. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Это карта тройка. А это метро. Потому что буква МЭЭЭС – это первая буква-слой метро. Сейчас я иду вниз, чтобы оплатить карту тройку, пополнить ее и проехать в Филион. Даже деньги были Боже, я так волнуюсь, вы себе не представляете Мне так стрёмно Я пойду работать в магазин, я буду общаться там с людьми И я буду пытаться продать им товар А что если придёт какой-нибудь гневный клиент, то и будет меня ругать А что если придут мои подписчики, которые меня узнают Что ж, давайте посмотрим, что из этого всего выйдет Я очень нервничаю, очень Поэтому пожелайте мне, ребята, пожалуйста, удачи Буду вам за это весьма благодарна Кстати, вот знаете, всё время, что я ехала в метро Моя подруга, которая снимает меня прямо сейчас Она надо мной угорает, потому что говорит, что мне очень повезло Что меня позвали в субботу работать А не в будний день, потому что в будний день в это время я бы просто сдохла О! Из фор осуждения, уроки русского языка Так, давай сейчас мы тебе дадём футболку И ты начнёшь работать, посмотрим, что у тебя получится Я очень переживаю, как-то я во всех лентах распугаю сейчас Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комменты Какой ещё видос вы хотели бы смотреть из этой рубрики Здравствуйте Девушка, я сама всё посмотрю, ладно? Да, конечно, если что, обращайтесь, пожалуйста Можете мне показать эту игру? Конечно, давайте посмотрим Смотрите, это игра про пиратов, где мы должны как можно больше найти сокровищ Вот, если хотите, можете посмотреть сейчас всё это, как всё здесь выглядит А покажите, пожалуйста, ещё вот эту игру Да, конечно Смотрите, это игра викторина, где вы должны за 5 секунд успеть встретить на какой-то очень интересный, иногда простой, иногда не очень вопрос Нет, это всё какой-то детский сад, девушка Я бы хотела что-нибудь для более взрослой аудитории Смотрите, в 18+, у нас игра есть пати в кровати Также есть огромное количество фанк Если вы любите что-то такое, могу вам показать Их у нас очень много Ладно, девушка, лучше ничего не надо Кстати, мне, знаете, очень интересно А много среди моих подписчиков вообще когда-либо работали или пробовали работать Или, может быть, работают прямо сейчас с консультантами в магазинах И если вы работаете, то напишите, где вы работаете, очень интересно Девушка, сортир где здесь? Вам прямо надо пройти Погай Здравствуйте, у вас есть? Вижу Можно? Отправите, пожалуйста А, да, конечно, у вас плата по карте или наличными? По карте Кстати, ребят, пока у меня нет клиентов, и я тут сижу скучаю Предлагаю нам вместе ещё раз посмотреть тетрадочку Которую вы можете получить при любой покупке от 800 рублей в торговом центре Филион в магазине Мос Игра Совершенно бесплатно Если мы её откроем, смотрите, что вы начинаете видеть Вы видите, во-первых, раскраску Мне кажется, это очень интересное предложение, потому что вы можете, во-первых, меня раскрасить, а во-вторых, можете скоротать время на какой-нибудь унылой паре или уроке На задней странице тоже есть вот эта вот маленькая раскрасочка Тык-тык, да, кстати, подпишитесь Тык Вот, всё очень здорово И на каждой также дополнительной странице здесь есть стикер со мной И есть надпись А в имени Лиса, соответственно, мой юзер на мне Которую вы тоже можете взять и раскрасить Просто я не знаю, как вы, а я безумно обожала в тетрадях рисовать всякую дрань Поэтому я решила сделать для моих любимых подписчиков вот именно такую интересную тетрадочку Чтобы они могли с ней ещё и взаимодействовать Ну и, конечно же, если вы получите эту тетрадку Обязательно выкладывайте фотографию или историю в свой инстаграм-профиль Я также обязательно буду всех, кто будет их фотографировать, пиарить в моём инстаграме Потому что мне самой будет интересно посмотреть на ваши фотографии Так как количество этих тетрадочек ограничено Я действительно могу сказать слово всех, кто выложит Только убедитесь, что у вас профиль открыт И вы меня отметили, что я бы я это видела Кстати, ребят, ссылка на мосигру будет в описании У вас тут дополнение к инженариуму? Да, у нас есть все дополнения, которые только существуют Так что вы можете посмотреть их поближе Если хотите, я вам покажу Подложите нам полчаса, пожалуйста Её на обратном пути куплю А, да, конечно До свидания Будем ждать, до свидания Здравствуйте Здравствуйте У меня бюджет рублей 500, не больше Так, значит, смотрите Я могу предложить вам, во-первых, крокодила У нас есть все версии этой игры И второй вариант Я могу вам порекомендовать также Свинтус Это версии, у нас представлены все, которые только существуют А можно посмотреть их? Да, конечно Какой вас крокодил больше заинтересовал? Или все показать? Всяко-разный Всяко-разный Сейчас покажу Давайте пробьём тогда Хорошо, у вас будет наличная плата или по карте? Карты Хорошо А ещё у нас каждое воскресенье проходят игротеки Вы можете приходить Приводить своих друзей И смотреть новые, всевозможные, разные игры Супер, спасибо Всего хорошего До свидания До свидания Да, интересно Это вообще в магазинах часто такое происходит Что человек обещал купить Прийти через полчасика Но в итоге ничего не пришёл, не купил Ну ладно Может быть придёт завтра Да, ребят Чикет, конечно, был очень непростой день Я ужасно устала Это просто капец какой-то Реально Сколько? 11 часов работы Почти без сна, без всего Хорошо, меня хотя бы домой заберут И поеду я на машине на метро Потому что я себе ещё на метро ехала Я думаю, я только сейчас дома бы была Вот, мне понравилось Правда, понравилось Было очень интересно И я надеюсь, что вам тоже понравилось И было интересно Что ж А я всех люблю Всех целую И всем спасибо за просмотр И всем Пока До новых встреч Продолжение следует...